Чё, как темно. Чё, светлее. Друзья мои, всем привет. Рад вас снова всех видеть. Ну, фигуры речи, понятно, я на самом деле не вижу. Я рад, что я могу снова вам вещать. Происходит это, возможно, не так часто, как бы мне хотелось. Не знаю, есть у меня такая потребность, да, потрепаться на публику, даже если я не вижу вас. Просто с кем-то надо поделиться мыслями, понимаете, вот, переполняющими. Где-то это надо выплеснуть. Чтобы это писать, времени у меня не хватает, к сожалению. Вот, поэтому приходится всё вот это вот в такой видеоформе делать. Ну, так что, такой вот анонс, да. Вот не помню, кто автор этих строк, по-моему, ну, вот, судя даже по ритму, по слогу, но я могу заблуждаться. Может быть, это Пушкин. Вот, к сожалению, констатирую свою невежественность в данном вопросе. Но, как хорошо сказано, кто проповедь прочесть захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они. Ну, прям вообще шикарно. Ну, давайте так определимся сразу, потому что я знаю, что, когда это видео выйдет на ютубе, мои, там, эти хейтеры скажут, а ты что вещаешь тогда, собственно говоря? Это, ну, не пятюкай, но, понимаете, дело в том, что есть проповеди, да, а есть просто размышления, рассуждения, есть обучающие видео, да. Так в чём отличается проповедь? Проповедь – это побудительная такая, как бы, тема, нравственного, больше такого нравственного характера. То есть, когда человека пытаются понудить с помощью воспитания у него определённого чувства вины на то, чтобы он, как бы, поступал так, как это, с точки зрения того, кто проповедует, было бы правильно. Вот так. Вот. Я это так определяю. Если у вас своё есть определение, с удовольствием выслушаю ваше мнение, проконстатируйте, напишите. А почему я решил на эту тему поговорить? Вот. Я просто вчера посмотрел интересное интервью, причём не одно, а интервью разных лет, когда с Познером беседовал Контрон Кончаловский. Вот. Последняя беседа состоялась у них не так давно, а так вот с интервалом в 10 или 20 лет назад они встречались в тех или иных эфирах, в студиях и беседовали. Ну, вот вчера смотрю, значит, их кефир последний, и, значит, что наблюдаю? Что два мудрых, пожилых, если не сказать, старых, старых это безотносительно к тому, что они там это самое, там, деды какие-то самые древние, нет, а старых, мудрых, умудрённых, опытом, два человека, вот, значит, ведут самую беседу. И мне вообще просто, ну, так понравилось, как они беседу ведут, это просто что-то. Вот, видите, я такого давно вообще не видел ни в телевизионных эфирах, ни в эфирах на ютубе. За последнее время что мы видим? Ну, мы видим скандал один из своих сплошной, и даже хорошими интервьюерами считаются те, кто могут так обострить сам ситуацию, просто загнав собеседника в какой-то тупик и, ну, засмущав его. Все говорят, там, в дуть, там, вернее, дуть, хороший, там, интервьюер, там, даже все об этом говорят, и люди постарших, то есть такой, ну, может, и хороший, но хороший, опять же, по-скандальному, то есть он, опять же, вынуждает, в самом деле, человека вести себя, не то, что выходить из зоны комфорта, а вынуждает человека защищаться. А это всегда приводит к неискренности по-любому, ну, вот, по-любому. Вот, а здесь же, что мне понравилось, ну, поздно, ну, у меня длинная преамбул такая, на самом деле, сейчас я дойду до сути, именно про искренность, да, именно почему Кончаловский, в самом деле, раскрылся. Потому что поздно раздает вопросы таким образом, что даже самые неудобные вопросы излагаются в такой форме и подводятся так, что человек всегда имеет право сохранить лицо при самом неудобном вопросе и выйти из ситуации достойно. Ну, а учитывая то, что у Кончаловского еще и большой жизненный опыт, и опыт, ну, в своей публичной деятельности, ну, тот вообще достойно выходит из массы неудобных вопросов. И вот один из вопросов, затронули они вопрос о патриотизме. Я, как всегда, ну, для меня тема животрепещущая, у меня есть на нее своя точка зрения. Я считаю, что любой патриотизм выше своей, скажем так, ипостаси, когда разбивается неконтролируемо и всячески поощряется, то он превращается в фашизм. Однозначно совершенно. Хотя на самом деле термин очень хороший и крайне понятный. Крайне правильный. Хорошая вещь. То есть то, что подразумевается под патриотизмом, что должно подразумеваться, это вещь хорошая, равно как и хорошая вещь, там, ну, допикурейство, например, да, но у нас так извратили понятие, что оно считается неправильным. Хорошее понятие, гидонизм, у нас извращено, тоже неправильно. Перфекционизм, хорошее понятие, но у нас оно тоже извращено, опять же, неправильно. И здесь же патриотизм у нас извращен. И вот в возвращенной форме, когда он остается бесконтрольный и всячески поощряем, он как раковая, ну, топухольцем становится, бесконтрольно растет, и он превращается в настоящий фашизм. Ну так вот, заговорили они про патриотизм и про ситуацию, когда в свое время начались в России волнения, это давно было, и Кончаловский, когда эти волнения начались, собрал самим чемодан и ехал по дороге в аэропорт. И говорит, как же так, это что, это предательство Родины или чего? Это как угодно можно понимать на самом деле. Вот, Кончаловский долго-долго высказывался по этому поводу, я не во всем с ним сам не согласен, ситуация сложная, и дать определение такой ситуации и своему поведению в такой ситуации должен каждый, и судить со стороны никто не может, это адекватно, это всегда субъективное мнение будет, Поэтому я скажу, что сказал вот он, и как осмысляю я по отношению к себе. Он сказал одну фразу, которую я обдумал, и мне она не то, чтобы понравилась, но я вижу в ней рациональность. Настоящий патриотизм начинается с возможности легко покинуть Родину. Знаете, мы же часто слышали такое, если любишь, отпусти, если оно вернется, то оно твое, а если не вернется, оно твоим и не было никогда. Так вот, смотрите, я считаю, что настоящий патриот реально, это тот, кто может легко покинуть Родину, легко, то есть не в плане, что у него нет препятствий, чтобы выехать, Да в том плане, что он может легко устроиться за границей и жить там даже, ну, так же, ну, абсолютно безбедно вообще, не, вот, беспроблемно, абсолютно. Лучше даже может быть, но сам остается на Родине. Вот это патриот. А человек, который не может уехать или может, но это так, знаете, у него такая возможность есть, но она только виртуальная, то есть у него потенции к этому есть, то есть ему не запрещают этот закон сделать, а возможности как таковой нет, потому что он там будет жить хуже, он там нищебродствует будет. И вот, чтобы защититься в качестве самозащиты, он принимает доктрину патриотизма и говорит, не, моя Родина самая лучшая на свете, да? А когда ему задается вопрос, а почему ты так считаешь, а где ты еще был? Он говорит, да ты что, я нигде не был, у меня денег только на еду хватает. Правда ли это не выглядит, ну, вернее, это выглядит как-то неправильно, это гротескно. Человек вещает о патриотизме, да, то есть говорит, моя Родина самая лучшая, а сравнить ему не с чем абсолютно, потому что у него денег хватает только на еду. То есть у него не просто сравнить возможности нет, у него нет даже потенциальной, получается, возможности, чтобы как-то себя погрузить в другую среду, чтобы стать маломальски, ну, объективным, понимаете? И вот эта вот синтенция Кончаловского-то мне, в общем-то, понравилась, да? И поэтому, смотрите, есть люди, которые такие репатрианты, или я не знаю, может я неправильно термином применяю, те, которые уехали в свое время за границу, а потом они оттуда вернулись. И вот многие, скажем так, осуждают наших некоторых актеров, там, все такое прочее, говорят, а что вы вернулись-то, раз убежали-то? Знаете, не потому, что зачастую это бывает, что за границей они плохо им, но там, может, и даже это хорошо, но вот это как раз те люди, у которых, в принципе, проблем особых с зарабатыванием денег нет, но они едут на родину Самсунова именно потому, что проблем у них с зарабатыванием денег нет, ни там, ни тут. И они живут на родине потому, что они ее действительно любят, не такой, какой она есть, они любят то, что они в ней могут любить, не волнуясь там за завтрашний день. Так вот, понимаете, реально человек может истинно раскрыть свою любовь к родине, конечно, безусловно, тогда, когда плохо, но только при том условии, если родина до этого сумела эту любовь у человека заслужить. Вот это вот очень важный момент. Понимаете, вот давайте будем рассматривать, что родина – это другой человек. Вот мы же рассматриваем, там, родину любить, там, да, вот. Любовь взаимно должна быть, понимаете? И тогда, когда вы полюбили человека, а он полюбил вас, вы там женились на какой-то девушке, и вдруг в какой-то момент ей стало плохо, вот здесь проявляется любовь, вы ее не бросаете, вы ей помогаете, ну, такое прочее. Но если человек вас, ну, там, угнетает с самого начала, вы не то, что не женитесь самим на ней, вы ее, может, и ненавидеть даже будете, и за что вы ее будете любить. А если вы просто по воле случая с ней, ну, то обязаны жить в одной этой коммуналке. Ну, вот просто так получилось, что у вас другого жилья нет. Ничего. И поэтому, из-за того, что вы родились именно здесь, вы должны это любить, и вот эту девушку, с которой вы живете в одной этой коммуналке, и которую, по сути, ненавидите, и она не пытается заслужить вашу любовь. Нет. Понимаете? Это взаимная, как бы, эта самая тема. Для того, чтобы любить в невзгодах и в проблемах, так убеждать человека не надо. Значит, ты должен любить. Ну, понимаете, вот как вот можно к чувству о чувствии любви говорить, что человек должен. Вот, блин, это, вот ты должен ее полюбить, вот ты хочешь ее полюбить. Ну, бред ведь, согласитесь, это же бред. То есть, любят, понимаете, сначала, чтобы полюбить, любят за что-то, а не вопреки. А вот уже, когда полюбили, то тогда уже зачастую любят и вопреки проблемам, которые есть. Но сначала любовь должна появиться. А как она появится, вот объясните мне, у человека, который, собственно говоря, чуть ли не голодает. Понимаете? Не проявится в нем это. Знаете, в свое время я читал какой-то рассказ Алексея Толстого, не помню, как называется, про барону Севастополя. И там один из офицеров говорит, что истинная храбрость, истинная храбрость может проявиться только у офицера, у дворянина. А у крестьянина, пошедшего, ну, там, воевать у рекрута, она появиться не может, по одной простой причине. Потому что у дворянина все есть, он и на войну мог не пойти, понимаете? Он идет идейно, и его храбрость, она идейная. А крестьянин от безысходки, его загнали. Он, конечно, может себя храбро вести, а может быть самым трусом, но храбрости его от безысходки. Он, если бы мог бы, он бы на войну бы на это не пошел. И уж точно проявлять бы героизм, бы не стал. Если, возможно, была бы в его копии сидеть, на подвиг он бы не ломанулся. А кто ломились на подвиг? Они ломились потому, что они хотели просто прекратить эту тягу, ту рекруты забирали, там, я не помню, на сколько, на 20 с лишним лет. Человек просто мог отказаться от жизни, он просто мог хотеть умереть, и поэтому совершал какие-то подвиги. Это вот, понимаете, вот такая, как бы, тема. То есть истинное чувство проявляется тогда, когда ты его проявляешь по собственной воле. А вот теперь, скажем, о тех, кто, предположим, ну, нищебродствует и там о патриотизме там орут. Понимаете? Вы, можно сказать, что они по собственной воле? Нет, я, во-первых, объяснил, что огромная часть говорит это потому, что они ничего другого не видели. И они, значит, подпали под действием самопропаганды. Они не по своей воле говорят. Одни говорят потому, что им уже промыли мозги, их так научили говорить. Они только так и говорить и могут, и больше никак. Все. А второе, им сравнивать не с чем. Абсолютно. Поэтому они так говорят. И поэтому только на самом деле вот люди, у которых нормальный достаток, нормальный достаток, и они остаются на родине, вот это вот настоящие патриоты. Но как остаются? Не так, как некоторые наши депутаты, там и чиновники, которые вроде бы как остаются, да? Но только для того, чтобы заработать здесь еще бабла. Там-то они не умеют украсть, вернее, не заработать, украсть, вот так лучше сказать. Там-то они не умеют, там они бюджету присосаться не могут и напилить. Поэтому они это делают здесь. А деньги хранят все свои там. Это тоже не патриотизм. То, что они находятся здесь, это они здесь просто вынуждены. Потому что находиться. Для того, чтобы можно было дальше воровать. Еще наворовать сам и больше. Это не из-за идеологии. Если бы они могли бы точно так же, столько же доходов иметь там, они бы ни секунды бы не задержались. То есть они всех своих, знакомых, вернее, родственников, детей отправили уже туда. Они не связывают свои там, это судьбы с родиной. Понимаете? Вообще. Ну вот. И поэтому то, что они находятся здесь, это не говорит о том, что они патриоты. А вот о патриотизме они вещают. Очень многие говорят, что нам надо в это время тоже затянуть пояса, патриотизм. Когда брюхо-то сыто, родину любить-то любой гораст. А вот ты на голодный желудок, вот прояви, что ты не меркантильный, что ты вот идейный. Вот давай. Вот они нам так говорят. И вот здесь как раз, значит, анонс, то есть эпиграф моего подкаста, как раз проявляется в полной мере. Кто проповедь прочесть захочет людям, тот жрать не должен лучше, чем они. Понимаете? Не должен. Или проповеди читать не надо. Не надо нас учить, как родину любить. Мы сами разберемся. Мы каждую по-своему любим. Все, кто мы здесь в Самге находимся, кто связывает концы с концами не то, что там, не знаю, последние в Самге штаны снимает сам себя, чтобы себе булку хлеба купить. А кто работает, старается, неважно где, на заводе, на фабрике, в больнице, в школе. Еще не доведен до полного отчаяния, от нищетой. А как-то что-то зарабатывает. Но достаемся здесь. Вот скорее всего у нас патриотизм это намного больше. Намного больше. Конечно, я понимаю, что среди таких людей огромное количество тех, кто просто настолько, ну это уже люди постарше, вот среднего возраста, старшего, которые просто не рискнут что-то в жизни поменять, даже если у них и дохода будет самое больше. Потому что, все, они уже впали в ту ситуацию, когда в жизни не хочет человек сменять ничего, он хочет сохранить консервативно то, что есть в настоящий момент, чтобы только хуже не стал. Вот. Вот так это выглядит. Но тем не менее, вот в них патриотизма-то больше. Но понимаете, опять же, вот очень важно понимать, что чувство истинного патриотизма может базироваться только на истинном знании. А не на пропаганде. То есть человек должен объективно владеть информацией с самых разных точек зрения. Он должен видеть и что хорошо, и что плохо. Когда человеку постоянно говорят, что все хорошо, а то, что плохо, это там из-за каких-то козлов только. И причем не из-за тех, из-за которых на самом деле плохо. А что все хорошо, что вот мы впереди планеты всей, с колен, там пятое-десятое. И не важно, что вставая с колен, мы попали в жопу, что говорит о том, что оказывается кто-то срал сверху. Вот. Это не важно. Главное, что встаем, что все нормально. Вот. И, собственно говоря, у человека, если нет информации в сеть полноценной, он не смотрит, предположим, в интернете. Самые разные источники противоречивые. Потому что только посмотрев источники противоречивые, можно составить какое-то реальное представление о ситуации. Помните картинку, когда на картинке нарисован, в смысле, цилиндр, и его, значит, освещают с двух сторон. Когда светят на него сбоку, то он похож на... то тень от него падает на стену, в смысле, квадратная. А когда вторец ему, в смысле, светят, то падает тень, в смысле, круглая. И вот человек, который смотрит только на тени, то есть, когда он видит в одном только этой векторе проекцию, у него складывается картина неправильная. Один видит, что шарика светили или круг, а другой видит, что светили квадрат или куб. А на самом деле это цилиндр. Понимаете, в чем все дело? И только человек, который видит и ту точку зрения, он может сформировать более точную картину при том условии, что он, конечно, думать умеет. У него хороший аналитический механизм. Так вот, друзья мои, вот чувство истинного патриотизма, оно базируется прежде всего на всесторонней, на полноценной, не точке зрения, а полноценном, после полной оценки всех точек зрения, вот так вот, самых разных, и особенно противоречивых, и особенно противоречивых. Тогда сопоставив, это все сопоставив факты, вы можете сформировать свою точку зрения, свой угол зрения, не знаю, спектр зрения там, потому что точка зрения мне слова не нравится. Точка это что-то маленькое. Это у нас маленький кругозор у человека, который превратился в точку. И она стала его точкой зрения, она называется. И он ничего другого больше не видит, он имеет ее, эту точку зрения, она, скажем так, и есть его. И он уже ничего не соображает ему, когда другие факты сам где-то привносят. Но у него своя точка зрения, у него кругозор нулевой, поэтому он вообще не может выйти за его пределы. Вот, так вот, когда у человека кругозор широкий, он оперирует всеми фактами, знаком с различными точками зрения, он формирует свои понимания, понятия свои, вот тогда, оценивая все как есть, он понимает за что и какую родину он любит. Да, она не всегда хороша, может быть, не всегда и не всем довольна, так это же нормально, понимаете. Вот вы живете со своими родителями, предположим, если они у вас есть, дай-то бог. Вот, это самое, и вы любите их. И вдруг у вас кто-нибудь из них, не дай бог, уже заболевает из родителей сильно. Вы же не прекратите любить их, правильно? Да. Но вам же не нравится та ситуация, что болеет, там, ваша мама, например. Вы же ее будете лечить, стараться будете это делать, вы будете возмущены этой самой ситуацией, когда врачи какие-то не лечат, например, или она сама лечиться не хочет. Вас это возмутит, вы будете как-то бороться с этим, это же нормально. Это же не говорит о том, что вы разлюбили ее, если вы ее переубеждаете, иногда даже, ну, повысив голос, иногда понизив, не знаю, пример. Это же, вы же не разлюбили. Нет. Ни в коем разе. Понимаете идею, да, на чем я говорю? Вот. И то же самое, значит, абсолютно с вами всего касается. Если, предположим, папа стал алкоголиком, не дай бог, опять же, вам же не понравится эта ситуация. Вы его не разлюбите, вы будете бороться с алкоголизмом его. И с тем, что, если он, а он сам не осознавая болезни своей, может, в какой-то момент даже возненавидит вас за эту борьбу. И вы будете вести непримиримую борьбу, стараясь его переубедить, привлекая специалистов как-то. Может, иногда, когда у него там алкогольный делирий возник какой-нибудь, белая горячка, вы вызовете милицию, чтобы усмирить его. Или, не знаю, сам скорую помощь, там, и просто смирить мне сам рубашкой. Ну и что? И вы же его не разлюбляете. Он вам не безразличен. Знаете, в чем любовь? Она в не безразличии. Вот она в чем, прежде всего. В не безразличии. А не в том, что там все нравится. Все нравится, может быть, идиоту. Или дауну какому-нибудь. Они постоянно с улыбкой на лице, это и без обид по отношению к этой категории людей. Они не виноваты в том, что они такие. Но у них все время на лице счастливая улыбка. Что бы ни происходило, они просто... Понимаете, они... Почему счастливые-то? Они не понимают всего происходящего и не дают отчета себе в том, что что-то плохо. У них все хорошо. Особенно, когда люди вокруг них себя ведут адекватно по отношению к ним. Понимаете? Вот такая ситуация. Поэтому, когда-то я посмотрел Кончаловского, мне понравилась синтеза, из которой все вот это развилось. Вот это все, о чем я сейчас говорю. То есть истинный патриотизм проявляется и зарождается тогда, когда у вас появляется реальная возможность уехать. Не просто физически покинуть, а устроиться хорошо на чужбине, великолепно, просто прекрасно. Чуть ли не во дворцах и замках, ну или не хуже, чем здесь, а даже лучше. И вы не едете. Вот тогда вот он и проявляется. А если человек говорит, что моя родина самая лучшая, ему говорят, ты где-то еще был, да нигде, у меня только на еду хватает. Это не патриотизм, это глупость. Понимаете? Это его точка зрения. Которая, понимаете, именно узкая точка зрения. Настолько маленький самокругозор, который превратился в точку зрения. И за пределами человек не видит ничего. Вот я с удовольствием бы послушал, вернее, почитал бы ваши комментарии. Это видео появится и на ютубе. Я вот считаю лично, что я патриот. Самый настоящий. Наверное, у меня возможность уехать есть. И была она не раз. И устроился бы я, наверное, потому что я считаю, что, наверное, могу. Может, я, конечно, заблуждаюсь, ошибаюсь. У меня вот, например, фактор, который тяжелый был бы, это знание языка. А я не настолько хорошо знаю язык и все. Но уверен, что я бы смог. Смог. Инициативный, деятельный, креативный. Думаю, что, наверное, смог бы. Но я не еду. Я хочу здесь жить. Понимаете? Но только мне хочется, чтобы здесь было не хуже, чем там. Вот что мне хочется. Все лучшее оттуда надо взять сюда. А не поливать грязью то лучшее, что там есть. То есть, скажем так, с помощью того, что, ну, ты уничижаешь, ну, ты всираешь то лучшее, что чего нет у тебя, из зависти, возможно, да, может быть. Сам, как бы, ну, ты убеждаешься в себя, занимаешься такой самопсихотерапией, что, типа, все пучком. Да? Что все нормально. Вот это вот этим занимается, мне кажется, 90% населения. Это я шучу. Не 90, конечно. А ничтожное количество населения, на самом деле, этим занимается. Нас хотят убедить, что это 80%. Да. Вот нас хотят убедить, что 80% вот этим занимается. И что они молодцы, на самом деле. Что они вот именно как раз самые те, которые вот, те, смотри, патриоты. Вот, не знаете, термин патриотизм вообще очень сложный. Его можно, ему можно дать столько, ну, от определений, и столько дать оттенков, 50 оттенков серого, да 150-250 оттенков серого можно дать. Понимаете? Да и все еще ведь упирается, опять же, в том, что я вот про это вообще не говорил. Что такое, что такое быть патриотом? Это любить родину или государство? Или страну, в которой живем? И опять же, что такое страна, родина и государство? Если государство это строй, то человек может строй не любить. Но любить свою родину, любить свой родной край, природу, любить тех людей, которые вокруг, да? Культуру свою национальную может любить. Сложная как бы тема, сложная. Но вот с Кончаловским я согласен, да, что когда человек может реально уехать, то есть поменять. Вот, смотрите, вот. Опять же, самый пример на любви, да? Он говорит, надо любить, не надо любить. Любить можно либо любить, либо любить, а заставлять любить кого-то нельзя. И читать самые проповеди про то, как надо любить, там, не должен тот, кто жрет лучше. Вот, здесь то же самое про любовь к женщине. Во-первых, не надо заставлять любить какую-то женщину со стороны, то есть, ну, убеждать, ты должен ее любить, это раз. А два, если у тебя возможность есть, скажем так, уйти, но ты не утаешь, предположим, вот молодой человек встречается с несколькими девушками сразу. Ну, бывает такое. А в молодости такое бывает. И девушки такие бывают, что с несколькими-то мужчинами встречаются сразу. Ну, такая вот сейчас вот легкость отношений. Для примера это пригодится. И он остается с одной по собственной воле. И потом женится на ней, условно говоря. Вот. Вот это выбор, понимаете? Его никто не заставлял. Он сам свой выбор сделал. И здесь такой же выбор должен быть. А уж как это получилось? Почему она там оказалась самой лучше? Вот это уже другой вопрос. То ли она ближе была, то ли она заботилась о нем самой больше. Всегда, всегда первоначально надо полюбить. А вот уже потом, если трудности будет, то, что вы полюбили, вы не бросите. И того человека не бросите, которого вы полюбили. Даже если ему будет очень тяжело. Так и с Родиной. Родина должна сделать так. Она должна, да? Ну, она должна быть такой, чтобы человек ее полюбил. Когда он ее полюбил, он ее не оставит даже в самые трудные времена. Даже если возможности, у него такие будут. Ну, все, друзья. Всем пока. Я пошел на тренировку. Салют. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok